В преддверии Дня Народного Единства, одного из самых молодых праздников, который сплачивает людей, состоялось торжественное патриотическое мероприятие «Мы вместе». Его название, как нельзя лучше, говорит о важности объединения усилий всего народа. Об этом и о многом другом говорилось на мероприятии. В этом светлом дне поистине сила и слава России. День Народного Единства успел приобрести свои традиции и стать близким для народа. К празднику в нашем муниципалитете начали готовиться заранее. Славянцы, как и все кубанцы, приняли активное участие в праздновании. Участниками торжества стали школьники, студенты, кадеты, воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», активные общественники, жители Славянского района. «Юнармия вступила ровно год назад. Я считаю, что очень важно быть патриотом своей Родины и активно участвовать во всех мероприятиях, которые проводят. Сегодня большая честь участвовать в празднике ко Дню Народного Единства. Этот праздник очень важен для нас». Фойе Дома культуры представители волонтерских организаций и добровольческих групп развернули свои экспозиции. Там были вещи, приспособления, продукты, в том числе сухие фрукты и овощи, супы, которые делаются для наших воинов, участников спецоперации. «Любовь к Родине, патриотизм – это все в действии. Мы стараемся привлекать не только молодежь, но и старшее поколение, которое на своем опыте, на своем примере показывает молодежи, как надо трудиться. Они у нас и вяжут носки, и шьют трусы, и шьют балаклавы, дождевики, закатывают закатку для бойцов и многое другое. Если молодежь не приучать к патриотизму, как же мы окажемся потом? То есть мы должны воспитывать и на своем примере. То есть волонтерское движение у него, оно очень многогранное и для помощи, и для развития, и для воспитания молодежи». Приглашенные с нетерпением ожидали начала этого мероприятия, и вот все взгляды устремились на сцену. Прозвучала песня, которая как нельзя лучше отражает настрой нашего времени. «И в жилье, и виру, и в сиянии, и в глаз, мы вместе. Пьется голодом сердце, потомят бои, мы вместе. Все, все стоят преграды, разрушая все стены, и мы вместе. О-о-о-о, мы вместе. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко поздравил собравшихся с приближающимся праздником и пожелал им всего наилучшего. «Нас всех объединяет одно очень важное направление, очень важное, наверное, слово. То, что мы с вами граждане нашей великой, большой родины, нашей Российской Федерации. Я очень горд, что сегодня в зале присутствуют те, для кого слово «гражданственность» и «патриотизм» не просто какие-то потребительные речи слова, а это образ жизни. Именно этот образ жизни приводит к тому, что мы объединяемся в клубы, мы объединяемся в общественные организации. Мы идем вперед, и мы все вместе. И наша задача, наше светлое и незабываемое прошлое передать в поколение и выстроить для нас с вами замечательное будущее». После приветственных слов славянским юношам и девушкам вручили паспорта граждан Российской Федерации и памятные подарки. О важности патриотического воспитания и верности молодежи своей родине говорила начальник управления по делам молодежи Славянского района Елена Бондаренко. «Я хочу сказать, что сегодня действительно все, и старый Влад, как говорится, встали на защиту нашего государства, на помощь нашим бойцам. И сегодня и школьники, и студенты, все помогают, все собирают гуманитарную помощь, отготавливают то, что необходимо там, как раз-то ленточкой. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что у нас есть эта связь поколений. Мы, как управление по делам молодежи, делаем все для того, чтобы наша молодежь чтила традиции наших предков, знала историю. И мы самые лучшие традиции готовы передавать будущим поколениям». Президент Фонда патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева Наталья Белокобыльская-Трошева поблагодарила всех приглашенных за то, что они не остаются в стороне от того, что нужно нашей стране и всегда готовы помочь. «Вот такими словами я хочу к вам обратиться. Когда вам нужна помощь, знайте, она у вас всегда есть. Это ваше желание. Но когда вы вырастите, вы поймете, что старает вас для того, чтобы помогать другим. Поэтому я знаю, что вы, все, кто собрались в этом зале, помогаете сейчас нашим больным, помогаете нашим старшим поколениям. Но я так хочу вас попросить о том, чтобы вы объединяли других и помогли им тоже быть полезными в своей родине. Потому что мы с вами сейчас не можем в праздности проводить время. Помогите, пожалуйста, и другим быть полезными в своей стране. И я очень пожелаю вам, зная, что все припаскировочные сети, предать свою лепочку в нашу общую победу». В ходе торжественной церемонии были награждены те, кто реализует патриотическое направление государственной молодежной политики, имея активную гражданскую позицию, взаимодействует с волонтерскими организациями и оказывает всяческую помощь. В этот день 73 учащихся вступили в ряды Всероссийского движения «Юнармия». После произнесения торжественной клятвы ребятам вручили значки и юноармейские книжки. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...